За добросовестный труд, достойная награда в конце зимы, Сибантрацит подводит итоги традиционного конкурса рабочей года. Победителю вручается главный приз – автомобиль. Раньше это был отечественный внедорожник, в этом году – Рено Дастер. Рабочий год пройдет в десятый раз, причем в новом формате. Подробности у моих коллег. В Сибантраците ценят профессионалов. В течение года по итогам работы на предприятии убирают лучшего рабочего месяца. Главный критерий – высокие производственные показатели. 12 передовиков выходит в финал трудового конкурса. В праздничной торжественной обстановке выбирают рабочего года. Победитель получает заслуженное признание коллег и главный приз – автомобиль. Конкурс рабочий года не только мотивирует и сплачивает коллектив сибирского антрацита, но и прежде всего поднимает престиж рабочей профессии. Это замечательная традиция – награждать лучших. В нашей компании уже 10 лет и с каждым годом лишь набирает обороты. Все больше сотрудников, достигая высоких производственных показателей, претендуют к участию в конкурсе. Первым победителем конкурса в 2010 году стал бульдозерист Владимир Асалгариев. Каждый считает, что он главный в разрезе. Экскаваторщик – то, что он грузит, белозист – то, что он возит. Ну а без бульдозериста получается никак. Если бульдозерист не почистил, значит белоз не проедет или не подъедет. До победы в трудовом конкурсе Владимир Гнатович сам никогда не водил автомобиль. Оказалось, что подарок очень востребован в семье. Внучек нужно возить в школу и детский сад. Пришлось учиться и получать права. Обычно премия, подарок, телевизор был, какие-то другие ценные подарки, а тут сразу машина. Ну все, пришлось учиться на шофера. Главное – заповедь первого победителя. К технике нужно относиться с душой, как к члену семьи. Иначе высоких показателей не добиться. За 9 лет истории конкурса «Рабочий года» три раза подряд в нем побеждали водители белозов – сотрудники первой автоколонны. «Поздравляем!» Среди победителей были две представительницы прекрасного пола – операторы пульта управления обогатительных фабрик – Елена Берсинева и Елена Дятлова. Именно Елена Дятлова стала победительницей прошлогоднего конкурса. «Срочно начальник производства сказал». За 10 лет работы Елена привыкла к большой ответственности и прекрасно справляется со своими обязанностями. Недаром эта хрупкая женщина стала обалдательницей почетного звания «Рабочий года». «Ну, конечно, это помощь огромная. Неожиданность небо упавшая. Сейчас такого нигде нет. Только вот что у нас на предприятии. Я нигде не слышала даже вот про такие конкурсы. Спасибо огромное антрациту и руководителям нашим. Здесь есть очень много достойных людей, работающих много лет, которым я желаю, чтобы они победили. Есть люди, за которых хочется болеть». Победители прошлых лет желают удачи и веры в себя героям предстоящего юбилейного конкурса. В этом году среди них – экскаваторщики и белозисты, водители сканий и работники обогатительных фабрик. Призы получат все участники, а новенькие «Рено Дастер» разыграют лотерею. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова